Сегодня ремонтирую модуль от стиральной машины Samsung. Этот модуль перестал включаться, машинка не работает. Чаще всего проблема связана с блоком питания. Здесь трансформатор, шим-контроллер TNY266PN, также диодный мост, конденсаторы, некоторые резисторы, диоды и также есть стабилизатор напряжения. 7805 маркировка. Подключаюсь к вот этому реле, вот этот контакт и вот этот белый разъем на средний контакт, подаем 220. Как видно, реакции никакой. Давайте проверим сейчас на стабилизаторе напряжения, если 12 вольт, так же выход 5 вольт со стабилизатора. Ставим на постоянное напряжение. и берем первую и вторую ножки. Есть 11,6 вольт. Берем среднюю и третью, вторую и третью. Тут нет 5 вольт питания живой. 12 вольт выходит, приходит на стабилизатор, но от стабилизатора 5 вольт не выходит. Возможно проблема со стабилизатором, сейчас нужно проверить. Итак, по факту, сгорел стабилизатор напряжения. Также обнаружил сгоревшие, вот они, два диода выпаял. Д26 и Д28. Один в коротком замыкании, другой в обрыве. Конденсатор целый, 470 микрофарад. Вот он, CE4. Стабилизатор прозваниваю, вот тут. 120 Ом показывает, 121. Средняя и третья ножки. Здесь вот, на новеньком. 4,8 кОм. Стабилизатор нужно менять. Есть у меня подозрение, что также сгорел процессор. На стабилизаторе. 62 Ом показывает. То есть, замена стабилизатора не решит проблему. Нужно искать, где короткое замыкание. Итак, процессор в коротком замыкании. Первая и пятая ножки. 67 Ом с половиной. В общем, 5 вольт я восстановил. Обрезал вот эту первую ножку с этой стороны. И пятую ножку здесь отрезал аккуратно. и вот эта микросхема еще. Вот она вот тут запаяна. И C5 тоже в коротком замыкании. Сейчас 5 вольт сюда приходит. И процессор все-таки нужно будет менять. Есть у меня донор, поэтому попробую его заменить. Вот они. 5 вольт. Ну и тут на стабилизаторе вот смотрите. Сюда 12 вольт. Вот она приходит. вот выход 5 вольт. И к процессору приходит вот он процессор, который буду менять. Этот процессор рабочий. Буду выпаивать его с помощью сплава ВУДА. Такой вот сплав легкоплавкий. И этот процессор нужно хорошо прогреть, потому что он приклеен, зафиксирован на плате. Потом он припаян. Поэтому его нужно хорошо прогревать. Сейчас покажу как у меня это получается с помощью подручных средств, потому что паяльной станции у меня пока нет. подручных средств. Такой вот. ну вот процессор снялся вот как видите на каком-то герметике он фиксируется сейчас собираю остатки этого сплава итак плату подготовил сейчас наношу паяльную пасту вот такую немного герметика на процессор чтобы он хорошо зафиксировался вот так вот получилось запаять получилось довольно оконно аккуратно со всех сторон хорошо прошелся паяльником все ножки проверил пропаял просмотрел увеличительным стеклом чтобы не было случайно остатков олова между ножками запаял также вот эту восьминогую микросхему восстановил обрезанные дорожки вот так что может быть этот способ не самый лучший с помощью обычного паяльника и паяльной пасты но тоже можно так запаять единственное что паяльную пасту нужно носить немного чтобы ножки между собой не запаивались первая пятая ножки смотрите прозваниваю 1 и 2 килоом а показываю результат включаю в розетку классного реле плата заработала сейчас подключу проводку и буду ее тестировать ну а и и и Продолжение следует...